Приветствую вас, Валентина. Я думаю, что сложность заключается в том, что вы боитесь, что он обидится. Страх обидеть человека является весьма сильным задерживающим фактором для того, чтобы время, времени, контакте, быть настоящим, быть естественным, быть, что называется, собой. У вас этого, вероятно, не получается именно по этой причине, потому что вы боитесь человека обидеть. Связано это с тем, скорее всего, что есть определенные вещи, есть определенные моменты в вашей жизни, которых вы стыдитесь. Что такое стыд? Стыд – это зажимание своих реакций. Если быть точнее, если быть точным. Вот. Соответственно, в первую очередь, здесь нужно работать именно с вашим чувством стыда, с вашим чувством стеснения, которое присутствует и так далее. Скорее всего, именно с этими основными моментами. Дальше уже, конечно, все будет более-менее понятно. Понятно. Следующий момент за Валентиной, на который я хочу обратить ваше внимание – это доверие. Доверительные отношения. Ну, доверительные отношения. То есть у вас, на мой взгляд, есть серьезная проблема с тем, чтобы устраивать доверительные отношения с близким человеком, по идее. Значит, я в предыдущем вопросе прочитал, что вам 34 года на момент написания этого вопроса. Ну, по-моему, 1 октября. Вы 2 года встречаетесь с мужчиной. Я так понял, что вы с ним только целуетесь. Вот. Отцелуетесь и от этих поцелуев вы ставите. Я, конечно, могу ошибаться, но выглядит это и так. Ага, значит, я бы сказал, что, возможно, в это время мы так и не выстроили с человеком доверительных отношений, потому что боитесь сближаться с людьми. Вот. Почему вы боитесь с людьми сближаться? Вопрос интересный, как мне кажется, и этот вопрос требует своего внимания, этот вопрос требует своего развития, этот вопрос требует своего разбора, своего исследования. Потому что вы определенно боитесь, определенно вы боитесь, вы определенно чувствуете незащищенность в контакте с другими людьми. Это довольно несложно было увидеть по тому, что вы писали в предыдущем вопросе на предмет агрессии со стороны других людей. То есть нужно то, что вы попадаете на ограниченных людей, скажем так. Так. Вот. Вот. Это что, на что, на что вам нужно обратить свое внимание. То есть, значит, первое, это вообще прямо сейчас, прямо сейчас, что нужно сделать, это следить за вашим страхом обидеть человека. То есть, смотрите, вы не обидите человека, боитесь его потерять, а вот причины, по которым вы боитесь человека потерять. Ну, я бы, я бы, наверное, сказал, что это, ну, может быть, не так важны, да, не так важны причины. А важно то, что сейчас, на данный момент, у вас дефицит, да, то есть, чего сейчас, на данный момент, вам не хватает. Например, например, что вы получаете от, там, условного вашего мужчины. Например, сейчас, именно сейчас. Есть такое впечатление, что вы зависит от человека. Вы просто от него зависит. И, возможно, вы, 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 от него, к сожалению, как мне кажется, достаточно серьезно. И, возможно, я могу, вы, от него, как мне кажется, мне кажется, это именно так. Вот то, что я могу вам на данный момент сказать. То, что я могу вам, да, ну, вот на данный момент, в качестве обратной связи, дать. Да? Вот. Ну, вот. У меня, значит. У. У, во-у. У. У. У, мы. У. 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 И что вы делаете с этим, ну я имею в виду, с тем, что вам неприятно, что вы делаете с этим, ну конкретно, что вы с этим делаете. То есть, как вы обращаетесь, со словно говоря, с тем, что вам неприятно, то важно, потому что если, если вы не делаете ничего, если вы не делаете ничего, с тем, что вам неприятно, то я бы сказал, что это проблема. Вот, это проблема, потому что таким образом вы игнорируете свои решения, вы игнорируете свои чувства, на мой взгляд, по крайней мере. И тем самым вы себя предаете. Вот. Ну, мне бы не хотелось, чтобы вы себя предали, как, я надеюсь, вы понимаете. Вот. Поэтому, собственно, задача психотерапевта научиться, слушать, научить вас слушать и признавать свои чувства. Это очень важная история, очень важный момент, на который вам нужно, на мой взгляд, обратить свое внимание. Потому что без этого, ну, собственно, невозможно будет двигаться дальше. Такая история. На этом все. Пожалуйста. 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 Попробуйте выделить стороны того, что вы не делаете. Вы не знаете, как им об этом сказать. Просто выделите, 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 выделите стороны этого. Что с чем у вас, образно говоря, борется. И попробуйте это сформулировать в своей обратной связи, которая вполне возможно послужит началом благотворной работы над собой. Что вы делаете? Это, вы не Hillsborough, но и догадки! Что вы делаете? Продолжение следует...